25 августа в честь Дня государственного флага в Омске состоялся ночной велопробег. За два часа до старта любители велосипедов и прогулок на свежем воздухе начали съезжаться к Тобольским воротам. Мы очень любим на велосипедах кататься. Это лето прям особенно так получилось. И ночью бывает катаемся. Специально купили фонарики задние и передние, потому что сказали, что без них вроде как нельзя. Я уже лет 10, наверное, где-то катаюсь на велосипеде и мы всей семьей очень любим участвовать в таких мероприятиях. Приехали на свадьбу и просто катались на велосипедах. А когда увидели, что здесь велопробег, то еще и день флага. Это грех не участвовать, потому что мы живем в России. Мы за Россию. Омск уже во второй раз отмечает День государственного флага ночным велопробегом. Как и в прошлом году, в нем приняли участие представители регионального министерства спорта. Я на велосипед сел уже давно. Мне это нравится. Я считаю, что я должен присоединиться к этой акции. Именно как участник и как пропагандист здорового образа жизни, в конце концов. Это моя, наверное, суперглавная задача. Мне очень нравятся такие массовые мероприятия. В прошлом году принимал участие. Было очень здорово, когда едут все с фонариками, моргают, веселые, жизнерадостные. В поддержку участников акции на сцене выступили уличные атлеты, гиревики, бомиксеры и другие. Активисты из молодой гвардии в честь государственного праздника растянули полотнище с белой, лазоревой и алой полосой. В 21.00 пробег стартовал. Велосипедисты проехали по коридору, освещенному фонариками цветов российского флага и направились вдоль набережной Тухачевского до Зеленого острова. Уже в сгустившихся городских сумерках мерцающая велопроцессия – эффектное зрелище. Сильные впечатления, потому что я на таком велопробеге впервые участвую. Тяжело держать ритм, который задают некоторые участники. Быстро устаешь, пытаешься вбиться в этот ритм, но не успеваешь. Это просто великолепно. Это антреналины крови. И особенно если ты пенсионер, это радует и заставляет жить дальше. И когда одни фонарики, и когда вокруг тебя люди, наверное, примерно такого же мышления, такого же стремления, такой любви к жизни, и вообще, наверное, такого же образа жизни, это просто рождает какую-то общую ауру. Это вообще здорово. Это хороший воспитательный процесс и пример для молодежи. Протяженность дистанции составила 6 километров 700 метров. Завершилась акция ярким фаер-шоу на Омской крепости. Субтитры сделал DimaTorzok